Пам-пам! Привет, я Руслан Усачев и сегодня поговорим о самых интересных новостях и событиях, которые происходили в России и мире за последнее время. Пам-пам! Как вы знаете, на моем канале существует правило. Ролик без упоминания Тимати это ролик, выпущенный впустую. Поэтому получается, что у меня два предыдущих видео выпущены впустую, да. Ведь это мой мем. Тимати думает, что он артист, а он мем. Время исправляться. Те, кто подписывался на мой канал, чтобы я постоянно подкалывал Тимати Блэкстар, все в порядке, ребята. Убирайте курсор с кнопки отписаться. Ставьте лайк, я нашел для вас новость. Со скандалом с лейбл Блэкстар уходит один из его самых главных артистов, Элван Ливан Горозия. Как я понимаю, примерно в одно время закончились контракты у него и Егора Крида, но Крид как-то так гладенько соскользнул с темы. А Элвану лейбл не хочет отдавать ни права на песни, которую он сам писал, ни даже его собственное имя, с которым он на лейбл пришел. Вот что происходит, когда ты вместо того, чтобы внимательно прочитать документ, который надо подписывать, больше озабочен тем, все ли в стране танцуют локтями. Короче, это очередной пример того, о чем я уже рассказывал. Мне по-человечески не нравится и претит, как Блэкстар работает с творческими личностями. Я считаю, что это несправедливо, неправильно и в принципе вредно для всего шоу-бизнеса. Уже поверх этого как бы слоями наносится там подчеркнута провластная позиция, всякие товары с Алиэкспресс, которые продают под своим именем и херовые песни. Зачем отбирать у артиста песни и имя? Имя! Они что, хотят найти другого человека, которого они назовут Элваном? Это будет новый Элван, и он будет говорить, что он там идет только вперед, его ничего не остановит и нужно бороться за мечту. О чем он там обычно поет? Это не комикс, где ты берешь щит Капитана Америки, отдаешь другому человеку, теперь ты Капитан Америка. Нет, это не супергерои, это русские рэперы. Отдали бы они ему это имя, поделили бы права на песни, чтобы он мог с ними выступать и какую-то там копеечку получал со старых записей, потому что, ну, он автор. Ну, видимо, работает правило, все или ничего. Тимати сказал, что проблемы с уходом с лейбла возникли только у Элвана и Кристины Си. Типа, всем остальным было хорошо. Я, как мировой эксперт в области всего, в том числе в закулистных отношениях Blackstar, хочу задать вопрос. А кто еще известный уходил с Blackstar? Егор Крид, да, ушел со своим именем, со своими песнями и со слухами о том, что его выкупил Рутенберг. Окей, это просто слухи, да, ему просто так решили все отдать. Другие мне отдают, Криду все отдали. Еще был Джиган, но он на лейбле был лет на пять, что ли, раньше, чем Элван. То есть там вполне могли быть не такие жесткие условия. Плюс посмотрите на эту гору мышц, украшенную звездами Давида, кто у него вообще что-нибудь отобрать сможет. Но окей, у этих двоих все было хорошо. Тогда получается, что 50% успешных исполнителей уходят с Blackstar со скандалом. Это не та статистика, которую стоит как аргумент приводить. Потому что ты приходишь на Blackstar, думая, что из тебя сделают сольную звезду. А по факту, ты либо поешь патриотические песни вместе с Тимати, либо выступаешь на открытии Blackstar Burger где-нибудь в Челябинске. Но, если тебе очень сильно повезет, очень сильно, возможно, тогда ты будешь выступать на открытии Blackstar Burger в Челябинске с патриотической песней с Тимати. Вообще, если посмотреть, кто сейчас на лейбле остался у них из артистов, во-первых, не богато, а во-вторых, ощущение, что они специально себе так выбирают имена, чтобы их потом не жалко было оставить. Короче, у меня по оригинальному посту Луана в Инстаграме сложилось впечатление, что, ну, это не тот человек, который хотел бы все это выносить в публичную сферу, скандалить со всеми, можете сами посмотреть там реакции людей показательно в комментариях, в принципе. Но, видимо, других вариантов там уже не осталось. В любом случае, лично я желаю ему удачи во всех этих юридических разборках, я в данном случае на стороне артиста, отдайте ему его музыку. Музыка нас всех спасет. Отвезет нас по домам. Пам-пам. Не новость, но одно важное сообщение для вас. В наших кинотеатрах уже стартовала финальная часть Людей Икс, Тёмный Феникс. Финальная в каком-то смысле. Ведь сейчас будущее мутантов на киноэкранах, это одна из самых больших загадок Голливуда. Скорее всего, будет полная перезагрузка, так что Тёмный Феникс это последний шанс посмотреть на Магнета в исполнении Фассбендера и на лысого МакЭвэя, который играет профессор Ксавье. На что упрощение с героями и актерами было чуть менее грустным, можно на память себе оставить очень неплохой сувенир. Дело в том, что вместе с выходом фильма компании HP и NVIDIA запустили совместный конкурс, в котором можно выиграть ноутбук HP. NVX 360. 13-дюймовый ноутбук-трансформер. То есть это и ноутбук, и планшет. Два в одном. Как Джин Грей Тёмный Феникс. Металлический корпус, тонкие рамки экрана, набор портов, которому некоторые другие ноутбуки могут только позавидовать. Вы поняли, Envy это зависть. Вот такую машину можно получить, если до 29 июня вы зарегистрируетесь на сайте конкурса, ссылка на него есть в описании, и выполните несложное задание. Увеличить свои шансы на победу можно будет, покупая любые продукты HP в магазинах NVIDIA. Кстати, приз не один. Также своих новых хозяев ждут камера GoPro, электросамокат и поездка в Мюнхен. Так что давайте за скоростью ртути. То есть очень быстро кликайте на ссылку в описании. Ну и надеюсь, что победит кто-то из вас. Было бы вообще прикольно, чтобы во всех конкурсах, которых я когда-либо рассказывал, побеждали только мои зрители. Это была бы наша такая фишка, да? Пам-пам. В предыдущем видео я показывал новинки мира дипфейк, алгоритмов, которые позволяют там лицо человеку поменять на видео, заставить его говорить то, что он не говорил. В чем можно не сомневаться, так это в том, что в будущем число таких алгоритмов будет еще больше, будет еще больше фейков. И логичный вопрос, как определять-то, что подделка, а что нет. И тут компания Adobe, чей фотошоп, он практически именем нарицательным стал для поддельных фотографий, показал свои наработки в этом направлении. Ребята оказались не дураки, они понимают, что если есть рынок по созданию подделок, то, очевидно, появится рынок для определения подделок. А значит и для этого можно сделать искусственный интеллект. У них в рабочей стадии есть алгоритм, который определяет, какие фотографии были отредактированы. Определяет конкретные области, которые подверглись ретушированию, и в некоторых случаях даже может подсказать, как восстановить все до оригинального вида. Представляете, какая паника поднимется в рядах инстаграм-моделей, которые привыкли там не на диету и спорт полагаться, а на фотошоп. Идея стартапа. Сайт, куда ты закидываешь ссылку на инстаграм, и он тебе помечает все отредактированные фото. Нет, лучше. Он тебе сразу выдает восстановленные фото, как в оригинале было. Никакого фотошопа, только бодипозитив. Естественно, как и все эти алгоритмы, он не супер хорошо работает, и еще. На данный момент он заточен только на определении того, что был использован инструмент Liquify, и только на лицах. Очень большое лицо я показал. Но разработчики говорят, что уже сейчас на тестовых прогонах человек способен на глаз определить примерно 53% отредактированных фотографий, а искусственный интеллект справляется на 99%, что неплохо для начала. Там-там. Huawei, который недавно знатно огреб санкции от американцев, напрягает все свои силы, чтобы выйти из сложившейся ситуации. Буквально недавно китайский производитель шел к успеху. К тому, чтобы стать топ-1 по продаже смартфонов с андроидом во всем мире. А сейчас он даже толком андроид-то использовать не может. Ну, технически это Google по американскому постановлению не может предоставлять там свои сервисы Huawei, какие-то апдейты для андроида. А без них андроид бесполезен. Внутри Китая окей, типа, да, там у них свой замкнутый интернет без всякого YouTube и Gmail, но вот остальной мир без сервисов Google как-то покорять будет сложновато. И поэтому они стряхнули пыль со своей разработки. Уже, говорят, пару лет сами работали над своей собственной мобильной операционной системой. Теперь нам стоит ожидать, что Китай напряжет все свои социалистические силы, чтобы помочь родной компании, потому что к Huawei на помощь пришли и Xiaomi, и Oppo, и Vivo, и другие технокомпании. Они все вместе будут тестировать и дорабатывать эту операционную систему. Деталей пока, ну, фактически нет, кроме новостей о том, что мы разрабатываем и скоро покажем. Есть буквально несколько скриншотов операционной системы, которая, сюрприз, выглядит практически так же как андроид, но уже говорят, что работает на 60% быстрее андроида. Надеюсь, они не про скорость того, как садится батарея. Плюс гарантируют 100% приватность. Ага. Вот вы что думаете? Напишите в комментариях. То есть вообще, насколько, на ваш взгляд, реалистично, что китайцы так быстро сделают свою нормальную рабочую операционную систему, и что и кто-то будет пользоваться за пределами Китая. Получается, что если у них получится, нам к спору, андроид или айфон, нужно будет еще третьего участника добавлять. А это сложно. Пам-пам. Сейчас новость, которая по всем параметрам должна быть скучной. Но я ее прочитал и, признаюсь, кекнул. У 10 отстающих регионов появится министр-куратор. Ну, очевидный вариант. Я сначала подумал, что они сделали новую должность. Министр отстающего региона. Министр по отставанию. Это очень сомнительный титул, да, потому что непонятно, как работать в этой должности, да. То есть ты министр отстающего региона. Окей. Как только твой регион перестает быть отстающим, ты теряешь работу, да. Хочешь подольше продержаться, удостоверься, что твой регион стабильно отстающий. Но в итоге оказалось, что они просто пришли к уже существующим министрам и назначили их кураторами за те регионы, которые в экономическом плане отстают. Я прям представляю, как обрадовались министры, когда на них это повесили. То есть ты у нас Алтайский край, да? А ты знаешь, что Тимоти черную пятерочку открыл? Точно отстающий. И вишенка на торте. Догадайтесь, перед кем эти министры будут отчитываться за то, как они, собственно, помогают регионам. Виталию Мутко. Этот человек точно знает секретные рецептики, как из отстающего сделать чемпиона. Шутка про допинг. Пам-пам. Это все новости на сегодня. С вами был Руслан Усачев. Большое спасибо, что посмотрели. Жмакайте лайк, бейте в колокол, подписывайтесь на канал. Комментируйте видео, шерьте его. И до встречи на танцпо... Пам!